Людей этой профессии, что называется, кормят ноги. А еще они не боятся оказаться в центре внимания. Речь идет о промоутерах. Сегодня четверг и мы продолжаем нашу рубрику «Я рабочий». Журналисты Бюро новостей и Дайвича пытаются доказать, что ручной труд не зазорен и может приносить доход. На этот раз Екатерина Зубарева провела свой рабочий день в костюме ростовой куклы. Как это было и сколько платят промоутерам за смену? Смотрите прямо сейчас. Людей этой профессии вы можете встретить в самых оживленных местах. Чаще всего они раздают листовки, занимаются рекламой того или иного товара. Речь идет о промоутерах. Сегодня мы познакомимся с этой профессией поближе и поможет нам в этом Ксения. Ксюша, здравствуйте. Чем мы сегодня будем заниматься? Нашей целью сегодня является провести рекламную акцию «Клинотеатр». Познакомить людей с репертуаром на декабрь и помочь нам в этом и не он. Очень часто промоутеры работают в тандеме с аниматорами в ростовых куклах. Цель у них одна – привлечь внимание к рекламируемому товару. Строилась? Лучше обнять себя. Обнять себя? Руками. Так удобнее будет вращать ручками потом. Чтобы научиться управлять ростовой куклой, нужно время. Ведь видимость в таком костюме ограничена. Поэтому первые шаги часто бывают неуверенными. Я могу взять за лапку. Надо, нет? Нет, не туда. Погодите. Ага. Так. Оказалось, что миньоны нельзя разговаривать с людьми. Это первое правило аниматоров в ростовой кукле. С первого взгляда условие простое, но не для тех, кто любит комментировать всё происходящее. Сейчас мы будем раздавать листовки, а ты в это время маши ручками, обнимай людей или танцуй. Хорошо. Считается, что профессия промоутера появилась в США в 1960-х годах. Новоиспечённые специалисты предлагали билеты в кино. В России же промоутеры появились совсем недавно, в 1990-х годах, когда стало расти число частных предпринимателей. А вместе с тем выросла и конкурентоспособность. Заниматься такой работой может и мужчина, и женщина от 18 до 35 лет. Стоит учесть, постоянно быть на ногах утомительно. К тому же летом в ростовой кукле очень жарко. А это время года самый востребованный сезон у промоутеров. Зато эту деятельность легко можно совмещать с основной работой или учёбой. Это зависит от того, как часто требуется ростовая кукла куда-либо. В июле мы работали, по-моему, где-то дней 7 подряд. Бывает вот в сентябре у нас так, изредка на выходные. То есть понятно, что с сентября это уже всё спадает, весь сезон уже. Не так часто мы выходим на улицу. Зарплата промоутера почасовая. Примерно от 100 до 200 рублей в час. Занятость небольшая. Чаще всего по 3-4 часа в день. Ну что, мы познакомились с профессией промоутера. Стоит отметить, что это было не так-то просто. Нужно быть всё время на ногах, но при этом эта профессия подойдёт даже для самых стеснительных людей. Потому что здесь вы можете спрятаться, но при этом продолжите приносить радость людям. Екатерина Зубарева, Николай Шахарбеев, Бюро новостей Дайвича.